Я хочу пригласить на сцену сейчас своего друга, с которым мы уже вместе, бок о бок, дружим, лет 16, наверное. И я очень рад, что Алексей всегда принимает участие и в наших мероприятиях, и что мы имеем возможность встречаться с ним в подпорожне и петь песни. И вообще просто разговаривать на разные темы. И вот Алексей сегодня приехал, и он исполнит для вас песню собственного сочинения, которая называется «Блокада». Алексей Зимин, город Подпорожье, Ленинградская область. Аплодисменты! Здравствуйте, друзья! Я очень рад был здесь с вами. Я здесь уже второй раз в этом зале. Мне очень приятно приезжать к вам. И мне очень радостно, что меня Паша приглашает. И как он сказал, мы уже 16 лет вместе почти. Так вот, я сейчас хочу исполнить песню, которую я написал после спектакля, который проходил у нас в Подпорожье. Назывался «Страница жизни». Вот. И я хочу просто сказать о том, что я написал эту песню, когда был впечатлением от одной всего лишь темы, которая происходила. Я сейчас хочу поедать об этом, но я ничего не придумал в этой песне. Там все, наверное, как мне есть. Через Ладогу плакатный Ленинград, там, где с голодом люди умирают. На полуторке парнишка хлеб везет, а сверху мастеры по нему стреляют. На полуторке парнишка хлеб везет, а сверху мастеры по нему стреляют. И вдруг поломка машины. У него ремонта тут на пять минут, не больше, но от руля не может руки оторвать, Потому что они к нему примерзли. Но от руля не может руки оторвать, потому что они к нему примерзли. А влил бензином на руки он тогда поджег ладони, занявшись ремонтом, Чтобы без хлеба не поставил Ленинград, он вез с горелыми руками хлеб в колонны. А там сестренка и старенькая мать, быть может живы надеется парнишка, И должен он полуторку пригнать любой ценой, как бы там ни вышло.